МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этой певице узнала вся страна после того, как она исполнила песню «Ландыши». Артистка была такой же нежной и хрупкой, как Светлый Майя, которого она пела в своем прославленном шлягере. Она великолепно была сложена. У нее была потрясающая фигура. И она, когда выходила на сцену, нужно было смотреть на нее. И она была потрясающей артисткой. 10 ноября 1988 года певица готовилась к своему прощальному концерту. В этот день в 5 часов вечера она достала из шкафа самое красивое платье и начала приводить себя в порядок. Но ее выступление, которое должно было стать последним, так и не состоялось. Буквально за 2 часа до начала концерта певица скончалась. Эту женщину звали Гелена Великанова. Девочка, которой суждено было стать знаменитой исполнительницей, родилась 27 февраля 1922 года в Москве. Ее родители были родом из Польши. После свадьбы они уехали в Советскую Россию в поисках лучшей доли. Фамилия жениха была Великанец. Поэтому на новой родине семью стали называть Великановыми. Молодые поселились на Сретенке. Здесь у них один за другим появились четверо детей. Два мальчика и две девочки. Будущая певица, по собственному признанию, с детства была заводилой. Вместе с приятелями она ставила пьесы, читала стихи и пела. А потом пришла война. Многие друзья Гелены, которые к тому времени достигли призывного возраста, ушли на фронт. И многие из них домой не вернулись. Но хуже всего для девушки было то, что война отняла у нее мать. Семья Великановых должна была эвакуироваться в Томск. Ехали по железной дороге. Во время одного из таких переездов Гелена и ее мать в суматохе потеряли друг друга. Позже воспоминание об этом случае будет звучать в песне Великановой «Поезда». Певица будет переживать трагедию снова и снова, произнося на сцене эти слова. Кто дает вам это право поезда разлучать и опечаливать сердца? В 1944 году Гелена вернулась в Москву и поступила в музыкальное училище имени Глазунова. Училась она хорошо, и преподаватели в один голос советовали ей, как только закончится война, податься в оперетту. Но студентка недолюбливала этот жанр, считая его неискренним. Девушку куда больше привлекала эстрада. И по окончанию училища Великанова поступила на эстрадное отделение школы-студии МХАТа, где преподавали замечательные актеры Ольга Андровская, Борис Петкер и Анатолий Кторов. Она знала искусство, она знала живопись, она читала очень много, она знала литературу. То есть для чего я это вам рассказываю? Потому что она была духовно наполнена, насыщена. Благодаря такой солидной подготовке на сцене появится удивительное создание, невероятно одаренное музыкальное и к тому же блестяще образованное. После ее смерти всем будет казаться, что другой такой певицы на российской эстраде не будет никогда. Впервые на профессиональную сцену Великанова вышла в 1948 году, будучи студенткой эстрадного отделения. В ее репертуаре были не только произведения советских композиторов, но и зарубежные шлягеры. Например, румынская «Мариника», французские песни «Возвращение моряка» и «Маленькая Мари». Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло. Все эти композиции пользовались определенным успехом у публики, однако всесоюзной известностью певица тогда похвастать не могла. Эта ситуация изменилась в 1957 году, когда Гелене довелось исполнить песню Оскара Фельдсмана «Ландыши». Композитор придумал эту мелодию для эстрадной программы «Театра Эрмитаж». Он решил отдать песню Гелене Великановой, которая в те годы набирала популярность. Фельдсман передал ей ноты и уехал на юг. К тому времени, когда он вернулся в Москву, «Ландыши» распевала вся страна. С тех пор каждый концерт Гелены Великановой заканчивался именно этой песней. Иначе зрители просто не отпускали со сцены свою любимицу. «Ландыши» должны были звучать и на ее последнем концерте. В юности Гелена не пользовалась большим успехом у мужчин. Возможно, это объясняется тем, что она была скромна, носила непритяжательную одежду. Однако в середине 50-х в личной жизни артистки произошли перемены. Она познакомилась с поэтом Николаем Доризо. Весенний вечер ароматный и зеленый Зажег над улицами первую звезду И все скамейки в ожидании влюбленных Вишневым цветом замело в саду И все скамейки в ожидании влюбленных Вишневым цветом замело в саду В то время он был уже довольно знаменит Выпустил в свет четыре сборника стихов Состоял в союзе писателей Эта встреча стала для обоих судьбоносной Великанова и Доризо полюбили друг друга и вскоре поженились Через некоторое время у них родилась дочь Лена После замужества Великанова и скромной девушки превратилась в роковую женщину Она была очень интересным просто человеком С ней было так приятно Притом она не была ханжой Потому что я сейчас создаю такой образ Знаете, синего чулка там какого-то Что вот она только и музеи, только культура Неправда Она любила анекдоты Она любила компания Она любила шутить Она хохотала С ней было очень интересно и легко То, что она была с прекрасной фигурой И то, что у нее была потрясающая внешность И то, что она всегда следила за собой И оставила это до последнего времени Вот сколько я ее знала Это было видно вот каждую секунду Ее расположение стали добиваться многие мужчины В том числе знаменитый певец Марк Бернес Когда Гелена была на гастролях Он каждый вечер присылал ей в номер цветы Однако отвечать Бернесу взаимностью у Великанова не собиралась Она любила своего мужа И тем не менее, уже через несколько лет В семье Гелены начались серьезные размолвки и недопонимания Ты живешь за тридевять земель Ты не вспоминаешь обо мне Знаю, больше писем не придет Память больше не нужна По ночному городу придет В середине шестидесятых Великанова и Доризо развелись После этого они почти не виделись За все те годы, что прошли с момента их развода Николай лишь несколько раз навестил дочь и внучку В начале шестидесятых Слава Гелены была в зените Но несмотря на это Великанова не чувствовала себя звездой Гонорары, которые артистка получала за выступление Она тратила в основном на сценические костюмы Сама же ходила в скромной шубке В середине семидесятых репертуар певицы несколько меняется Вместо простых лирических песен, которые она исполняла в шестидесятые Певица обращается к музыкальным произведениям на стихи Есенина, Пастернака, Ахматовой Великанова одной из первых на отечественной эстраде стала исполнять песни Булата Акуджавы Даже если она брала какую-то песенку, какую-то миниатюру Она ее играла, она ее не пела, потому что голоса у нее как такового не было Даже, скажем, такая наша выдающаяся певица, как Клавдия Ивановна Шульженко Которая тоже делала картинки песенные Но у нее все-таки было подобие голоса Она пела А Елена Марцельевна, она певала, она рассказывала песни «Клён ты мой опавший, клён заледенелый, что стоишь нагнувшись, Под метелью белой» Подобный репертуар отнюдь не приветствовали на различных худсоветах Однако Елена умела отстоять свое мнение Твердость характера она проявляла и тогда, когда несправедливо нападали на кого-то из ее коллег Мы были вместе с Елена Марцельевна, членами жюри Председателем жюри был Силантьев И когда закончился конкурс, и распределялись, так сказать, первые И мы уже дошли до третьей премии Было две первых премии, три вторых премии И вот, когда Силантьев объявил, что вот желающие присвоить звание лауреата И кандидатуры на этих четыре премии стали давать И там мы не увидели Пугачевой Я, естественно, сказал, нельзя так, Юрий Васильевич Мучительно Алла Борисовна стала тогда лауреатом Третьей премии, а притом пятым лауреатом всесвязанного конкурса Знаете, я могу сказать, что она и поругаться-то любила То есть, если ты был неправ, она вела себя абсолютно как абсолютно нормальный Обычный человек, который отстаивает свою позицию И перед учеником, и перед концертмейстером, и перед другими педагогами И это значит, что она себя позиционировала, прежде всего, не как человек со звездной болезнью А как человек с жизненной позицией Все годы своей музыкальной карьеры Великанова щедро дарила зрителям тепло своей души Певица искренне любила своих слушателей И никогда не отменяла концертов, даже когда болела Так было и в последний раз Она твердо решила выйти на сцену Хотя сил на выступление у нее почти не осталось В самом начале 80-х с певицей случилась беда Она была на гастролях в Прибалтике И вот одним утром перед концертом в Риге Гелена проснулась и обнаружила, что онемела Ее голосовые связки не выдержали большой нагрузки После этого певица целых 9 месяцев не могла ни петь, ни говорить Ее голос через некоторое время восстановился, но не до конца Он так и оставался до последнего дня низким и хрипловатым Эта история негативно сказалась на карьере певицы В 80-е годы из-за проблем с голосом она выступает значительно реже, чем раньше В эти годы основные силы она отдает воспитанию молодых артистов И когда я создал в 1984 году такое отделение эстрадного вокала И я пригласил Гелену Марцельну Я знал, она сначала удивилась и сказала, что с ума сошел И я ей говорил, девочка Гелен, я тебя очень прошу Ты, пожалуйста, приди и расскажи им Вот когда он поет песню Покажи ему, как ее нужно петь и почему И вот она занималась, она занималась и с Ирой Отеевой И с Аллой Перфильевой, которая стала впоследствии Валерией И с Валечкой Легкостоповым Вот она со всеми занималась, как режиссер-постановщик В середине 90-х на российскую эстраду вернулся интерес к ретро Стали вспоминать многих выдающихся исполнителей 50-х, 60-х годов Тогда заговорили и о Великановой Ее имя вновь замелькало на страницах газет, по телевидению и радио Зазвучали ее песни Было то время, когда не было современной аппаратуры Это сегодня любая девчонка, которая понравилась банкиру И он решил из нее сделать певицу Это можно легко сделать Раньше все было по-другому И если мы говорим о Гелене Марцельне Ее время было несколько другим Несколько другим оно было Тогда никто не платил денег, чтобы прокрутили на радио, на телевидении Даже ставки какие-то концертные платили за запись и за выступления на телевидении Сейчас все по-другому Сейчас рыночная экономика Когда мы были молодые Когда мы были молодые Кирчу красную несет Фонтаны пили голубые В 98-м году у концертного зала «Россия» в Москве заложили звезду Гелены Великановой Однако эта новость не принесла певице радости А напротив, вызвала у нее мрачное предчувствие Дело в том, что ее коллега, артист Борис Бурунов Ушел из жизни в тот же год, когда у России заложили звезду с его именем По невероятному стечению обстоятельств, ту же судьбу разделила Великанова Жизнь певицы угасла через полгода После того, как у концертного зала зажглась ее звезда В 1997 году звезда эстрады отмечала 75-летний юбилей Эту дату певица считала рубежной После него Великанова решила больше не выходить на сцену Ее прощальный концерт должен был состояться 10 ноября 1998 года К этому выступлению Гелена Марцельевна готовилась в полную силу Она не оставляла впечатление болезненного человека Она не хворала в больнице месяцами, чтобы мы думали, как жаль, что она была здоровым человеком И поэтому, может быть, случился этот приступ, она приняла, как выяснилось, ванну и вышла И вот упала Был бы кто-то в доме, может быть, было бы Но это все, знаете, как всегда бывает, когда человек уходит Это все, так сказать, домыслы всякие Хоть потому что не очень, так сказать, даже укладывалось, так сказать, в голове, что эта женщина может нас покинуть В назначенный день в доме актера, где должен был проходить концерт, царила суета Последнее выступление выдающейся певицы стало событием в мире музыки Подготовка проводилась более тщательно, чем всегда Музыканты, настроив аппаратуру, ожидали появления виновницы торжества Она обычно приходила за два часа до начала концерта, чтобы подготовиться к выступлению Однако в этот раз певица почему-то сильно задерживалась А ее телефон не отвечал Я, к сожалению, должен был быть на том концерте, на который она не приехала в дом актера Вот я, я с ужасом, притом я опаздывал с записи Вот, но тогда не было, кстати, такой возможности у меня мобильных телефонов и прочее, чтобы Но когда я подъехал к той, как, говорит, вы не знаете, я говорю, нет, не знаю, что Елена Марцинова умерла Как умерла? Да, вот умерла, сегодня готовилась к концерту и, в общем, ее не стало У нее были огромные очки, без которых она не могла видеть И в этих очках глаза казались невероятно глубокими И ее глаза навсегда остались в моей памяти именно такими удивительно открытыми и распахнутыми Именно в тот момент, когда она что-то объясняла Тогда коллеги-звезды, обеспокоенные ее долгим отсутствием, позвонили дочери Великановой, Елене Та разговаривала с матерью утром, и эта беседа очень ее обеспокоила Гелена Марцельевна призналась дочери, что волнуется, словно в первый раз Или в последний, как-то странно добавила певица Тогда Елена пошла в квартиру к матери Когда она позвонила в дверь, ей никто не открыл Замок пришлось взломать Гелену Великанову нашли в ванной Она была одета в концертное платье и, видимо, просто зашла помыть руки В этот момент сердце уже немолодой женщины не выдержало волнения и перестало биться Публика всегда ценила в ней не только талант, но и искренность Гелена Марцельевна не любила фальши, поэтому дарила людям подлинное искусство Ее выступления были настоящим праздником «Я не люблю тоскливых и печальных песен и никогда не включаю их в свой репертуар», говорила певица «Не грусть, не тоску мне хочется нести слушателям, а преодоление этой грусти и всегда хоть чуточку надежды» А надежда просто необходима людям, как необходима весна, светлый май и ландыши Ветер осенние листья кружит, ему их нисколько не жаль Пусть ветер осенние листья кружит, с пути метет по прошлым дням печаль «Пусть ветер осенние листья кружит, с певица» Пусть ветер осенние листья кружит, с певица